Продолжение следует... 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 Ну и многое-многое-многое чего другое. Поддержка новых устройств – это не единственное, что UEFI BIOS определяет или отличает от MBR. Немножечко по-другому работает загрузка операционной системы. Вот на этом слайдике, взял слайдик, показывающий, как работает стандартное классическое программное обеспечение BIOS, участвует в загрузке, а здесь как UEFI. То есть, обратите внимание, загрузка в классической технологии начинается с работы платформы независимого загрузчика, встроенного в программное обеспечение BIOS, это загрузчик Bootstrap. Bootstrap должен идентифицировать на жестком диске MBR, отдать управление загрузчику IPL1, который является частью MBR. Тот ищет активный раздел, находит его загрузочную запись, отдает управление еще одной программке служебной загрузки IPL2. Тот ищет системные файлы, системные загрузчики, они загружают операционную систему. Обратите внимание, здесь последовательность короче. Короче, за счет чего? Программное обеспечение BIOS само самостоятельно может загружать системные файлы операционной системы. Минус две служебных программки, минус программ IPL1, минус программ IPL2. В чем преимущество мы получаем, коллеги? Естественно, в скорости загрузки. Пусть она незначительно уменьшается, то есть увеличивается скорее. Но, тем не менее, в перспективе могут быть и более лучшие результаты. То есть еще одно отличие этого нового программного обеспечения, это немножечко другой, более простой формат загрузки. Коллеги, еще одним тоже немаловажным отличием программного BIOS, программного обеспечения BIOS и UEFI BIOS является следующее. Сейчас, секундочку, коллеги, слайдик открою. По-разному и по-другому инициализируется оборудование при запуске системы. Обычный BIOS. Устройство подключает, определяя их по очереди, процессор, оперативная память, все остальные компоненты строго одно за другим. У UEFI BIOS на этапе инициализации оборудования определяет процессор память, а все остальные устройства параллельно. Опять же, преимущество, преимущество, что от момента включения до начала загрузки операционной системы проходит меньше времени. Это третье отличие. Ну и, наконец, четвертое основное, ради чего мы здесь с вами собрались. Программное обеспечение BIOS и UEFI BIOS по-разному представляют логическую структуру диска, логическую структуру накопителя. Вкратце, что такое логическая структура накопителя? Ну, с моей точки зрения, самое простое определение. Логическая структура накопителя – это набор неких правил, которые используются для организации мест хранения данных и организации этих, собственно, хранения данных на устройстве. В понятие логическая структура входит раздел жесткого диска, логический диск раздела и файловая система логического диска. Кто-то учился на курсах технического обслуживания и ремонта, тот прекрасно или курсы настройки, прекрасно ориентируется и знает, что такое раздел. Это просто часть физического накопителя, правильно? Что такое логический диск? Это часть раздела, ну, условно, на языке пользователя. Что такое файловая система логического диска? Это некий тоже набор правил, которые используются в программном обеспечении для организации хранения данных на этом логическом диске. То есть, примерно, по аналогии, примерно то же самое, что в мире людей язык общения. Тоже набор правил. Если человек, люди, общающиеся, понимают правила, они понимают друг друга, они общаются. В мире людей языков много, а значит и файловых систем по аналогии тоже много. Ну, например, та же самая операционная система Windows по умолчанию чаще всего используют файловую систему ETFS. То есть, не хотим XFAT, не хотим FAT32, но если дальше еще вспомнить FAT16, FAT12 и так далее. Другие операционки, естественно, могут работать с другими файловыми системами. Ну, так вот, коллеги, это все логическая структура. Возвращаемся к разделу. Существует два типа раздела. Раздел бывает первичный или основной. С моей точки зрения, первичный – это устаревшее название. То есть, primary partition – это основной раздел жесткого диска. Что из себя представляет? Это и есть логический диск. Раздел дополнительный, расширенный. Необязательный, то есть, его может не быть. Если первичный раздел, то есть, основной – это и есть логический диск, то дополнительный раздел – это просто часть жесткого диска, внутри которого можно создать уже несколько логических диск. Значит, смотрите, с моей точки зрения, читая документацию для пользователя, конечно, документацию по операционной системе Microsoft, очень часто между понятием раздела и понятием логический диск ставится знак равенства. С моей точки зрения, это не совсем корректно. Вот для первичного, то есть, основного раздела, да, запасное – это одно и то же. А вот для расширенного дополнительного раздела и понятия логического диска между ними ставить знак равенства нельзя. По причине чего? По причине того, что расширенный дополнительный раздел один, а логических дисков внутри может быть несколько. Значит, это совершенно разные структуры. Коллеги, откуда идет принятие расширенного дополнительного раздела? То есть, почему он был изначально создан и для чего он испортился? Ответ на вопрос кроется в программном обеспечении BIOS. Дело в том, что программное обеспечение BIOS подразумевает, что на жестком диске можно создать не более четырех разделов. Такая структура будет называться MBR. То есть, MBR – структура диска подразумевает не более четырех разделов. А следовательно, если нам нужно четыре логических диска, мы можем, в принципе, воспользоваться несколькими основными разделами. А вот если нам нужно пять, шесть, семь логических дисков, поскольку есть ограничения в четыре раздела, значит, тогда, скорее всего, мы будем первые три логических диска делать в виде основных разделов, далее на весь остаточек создавать дополнительный раздел, а его уже внутри делить на нужное, недостающее до определенного количества нам количество логических дисков. Хорошо это или плохо? Ответа пока нету. Ну, на самом деле, смотрите, коллеги, с точки зрения логики пользователя, без разницы. Пользователь в папке «Мой компьютер» видит логические диски. В виде чего они там созданы не на диске? Основной раздел не логический диск дополнительного. Это для него без разницы. Но рано или поздно пользователь может столкнуться с некоторой проблемой. Проблемой потери данных, потерей проблемы ошибки файловой системы. Так вот, технологии восстановления данных из основного раздела, и если это речь идет о логическом диске дополнительного, они могут немножко отличаться. А следовательно, если эту специфику не принимать, то результат может быть во втором случае абсолютно отрицательный. То есть, с моей точки зрения, расширенный дополнительный раздел, с точки зрения безопасности хранения данных, это не совсем лучшее изобретение. Ну, а почему он нужен, я объяснил. BIOS поддерживает максимум до четырех разделов. Так, коллеги, как организуется хранение данных на физических накопителях? Ну, опять же, по курсам технического обслуживания и ремонта, если кто-то был, мы знаем, что любой накопитель – это совокупность секторов. Что такое сектор? Это минимальный перезаписанный блок, а для того, чтобы иметь возможность любой сектор находить, у каждого сектора есть свой уникальный номер, называемый адресом сектора. Существует несколько способов адресации секторов, как устаревшие способы, так и современные. Так вот, если… Я не могу, к сожалению, 45 минут, я не могу рассказать обо всем. Вот то, что сейчас уже не используется, я оставлю. Современное программное обеспечение в виде современных операционных систем работает только с так называемой логической адресацией секторов. Вот где-нибудь, может быть, встречали аббревиатуру LBA – Logical Block Addressing. Что есть логическая адресация сектора? Это порядковое перечисление или нумерация сектора от начала диска, как бы они в одной линейке. То есть начинается история LBA 0, LBA 1 и так далее, и так далее, и так далее. Возвращаясь к программному обеспечению BIOS и структуре диска MBF. Когда мы с вами или во время установки, или до установки загружаемся в свой носитель, запускаем программное обеспечение для управления разделами, и мы создаем раздел. То есть фактически готовим дисковую структуру для установки операционной стены. Именно в этот момент, коллеги, в секторе с логическим номером LBA 0 формируется MBR – Главная загрузочная запись. Мастер, бут, ректор. Как устроены MBF? В структуре MBR три составных части. Есть небольшая программка IPL 1, аббревиатура расшифровывается как Initial Program Loading или программа начальной загрузки номер 1. Цель этой программки – естественно, она участвует в загрузке, я чуть ранее уже сказал, ее назначение следующее. Во время загрузки, а точнее в процессе загрузки, начального этапа загрузки, эта программка должна идентифицировать на жестком диске активный раздел. Именно он нужен для начала последующего продвижения загрузки. Опять же, что такое активный раздел? Возвращаясь к программному обеспечению BIOS, то, что мы сказали. Базовая структура MBR или BIOS поддерживает до четырех разделов, правильно? Это могут быть четыре основных раздела. Только один из них отмечается как активный раздел. Зачем нужен активный раздел? В корневой папке активного раздела операционная система сохраняет и хранит свои системные файлы. Системные файлы – это служебные программы и файлы конфигурации, которые управляют загрузкой данной операционной системы. То есть это ее системные загрузчики. Это та ее часть, которую эту операционную систему будет загружать. Ну так вот, коллеги, из нескольких разделов. Основный. Один отмечается как активный. И задача программки IPL1 – найти активный раздел на диске. Далее, там же в секторе MBR располагается partition table. Partition table по-русски – это таблица разделов. Вот ограничение, почему не больше четырех разделов, кроется именно в формате этой таблицы. Дело в том, что по стандартам, по структуре, таблица разделов MBR. Общий размер имеет 64 байта, а внутри состоит из четырех записей по 16 байт. Каждая запись там характеризует свой раздел жесткого диска. Отсюда и ограничение, что не имеем права больше четырех разделов создать. Плюс ко всему, в конце MBR записан специальный проверочный код, с помощью которого программное обеспечение, которое идентифицирует вот эту главную загрузочную запись, считает, что главная загрузочная запись живая и целая – это проверочный код принято называть сигнатурой. Она стандартная, я вам сейчас ее покажу. Вот смотрите, коллеги, на слайдике не очень может быть удачный размер картинки. Я перед тем, как начать этот семинар, установил на свой компьютер программное обеспечение, знакомое многим, у меня не самая свежая версия. У меня здесь версия Paragon Hardness Manager 11, сейчас есть уже и 15 версия. Так вот, в чем здесь, на что не надо обращать внимание. Дело в том, что эта старенькая версия не очень понимает современные стандарты файловой системы NTFS. А следовательно, она мне показывает, что у меня здесь есть три раздела, основных разделах, и они не форматированы. На самом деле они форматированы, загрузилось программное обеспечение в виде операционки, просто есть несовместимость между старенькой версией программки Paragon Hardness Manager и новым форматом файловой системы NTFS. То есть на то, что они не форматированы, закрываем глаза и понимаем, что это NTFS файловая система. Была бы свеженькая, показала бы. Так вот, коллеги, обратите внимание, структура, логическая структура, используемая моим программным обеспечением, говорит, что это структура MBR. То есть здесь BIOS, обычный BIOS, другого здесь нет. Теперь, чтобы мне попасть и посмотреть содержимое MBR, я должен воспользоваться 16-речным редактором. Для запуска 16-речного редактора я выделяю заголовок базовый MBR диск, и в контекстный меню щелкну правую кнопку и выбираю редактировать сектора. Ну и, собственно, коллеги, вот то, что вы сейчас перед собой видите, это содержимое сектора MBR, мастер Бутрек. Во-первых, номер сектора в либо адресации. Это нулевой сектор. Нулевой сектор – это начало диска, а мы с вами знаем, что начало диска – это MBR. Далее. Граница. Сектор номер один, он нас сейчас не интересует. То есть нас интересует только то, что записано здесь. Вот то, что я сказал, что содержится в структуре MBR. В структуре MBR содержится программа загрузчик IPL1. Начиная с этого байта и заканчивая вот этим байтом. Есть не что иное, как код загрузчика. Почему мы эту программку видим в виде непонятных 16-речных кодов, коллеги? Это программка. Любая программка, она состоит из последовательности команд, которые обрабатываются процессорами. То есть фактически здесь зашифрованы действия, которые, понятно, будут пользователи. Точнее, извините, не пользователи, а процессоров. То есть не будем мы здесь видеть, как работает с файловой системой IPL1, IPL2 название. Там мы работаем с файловой системой, мы смотрим оглавление. Здесь этого нет. Здесь вход в самой программе, в том виде, в котором она хранится. В любом случае, не забудьте, пожалуйста, полезно иногда сюда заглядывать и понимать эту структуру еще не только для разбора, что это MBR, а еще и для некоторых неприятных вещей, которые периодически случаются, когда перестают грузиться операционной системы. Загрузка операционной системы, программно-управляемый процесс, правильно? Загрузчик IPL1 в этой последовательности участвует? Участвует. Предполагаем, что загрузчик IPL1 стартовал во время загрузки компьютера, но не смог продолжить загрузку из-за какой-то критической ошибки. Как результат, она не продолжится, правильно? Что произойдет? Скорее всего, если загрузчик ошибку идентифицировал, он вам выдаст сообщение об ошибке. Если вы внимательно посмотрите на эту колоночку, где дублируется то же самое, вот здесь 16-личный код, а здесь так называемая стекодировка, то увидите явно читаемый текст. Invalent partition table, error loading operating system, emissing operating system. Кому-то наверняка эти ошибки знакомы. Ну, а кто-то, кто еще только начинает заниматься этим направлением, ну, значит, я могу порадовать вас, у вас еще все впереди. Рано или поздно, в один неприятный момент, вы имеете полный шанс этого видеть. Ну, то есть это, можно сказать, словарный запас, ругательные сообщения от загрузчиков. Далее, начиная вот с этого байта, и ровно 64 байта – это таблица раздела. Как я уже сказал, физический смысл содержит 4 записи по 16 байт, и каждая запись характеризует свой раздел жесткого действия. То есть вот эта запись характеризует первый раздел жесткого диска. Вот эта запись характеризует второй раздел жесткого диска. Вот эта запись характеризует третий раздел жесткого диска. У меня три раздела было, помните, коллеги, на диаграмме? Три. А может быть, в теории максимум четыре. Поэтому четвертая запись – таблица раздела. Исотно ли это говорит о том, что сведения о четвертом разделе у меня отсутствуют, и его нет? Вот, собственно, коллеги, таблица раздела. Ну, а теперь сигнатура. Вот этот 16-ричный код, его размер 2 байта, который используется как проверочный код для того, чтобы МБР был идентифицирован в самом начале, когда к нему производится обращение от загрузчика БИОС. Вот, собственно, коллеги, такова структура главной загрузочной записи. Коллеги, недостатки, сразу же давайте отмечаем, недостатки структуры МБР. Самый главный недостаток – это ограниченное количество разделов. То есть четыре раздела – все. Расширенный, да, решает проблему, но я уже объяснил, менее надежное хранение данных. Это раз. Во-вторых, как вы думаете, коллеги, если вот эта часть главной загрузочной записи по какой-то причине обнулится, к чему это приведет? Нет, жесткий диск как физическое устройство останется, но его логики нет. Для программного обеспечения он уже полностью пустой, не размечен. А если это будет происходить у пользователя без соответствующей подготовки, что крах? Это потеря всех данных. А теперь представьте, объемы современных накопителей очень огромный, сколько данных помещается. 64 байта хлоп, и нету ни одного терабайта личной информации. Крах, все больно, жизнь больно. Правильно? Правильно. Главное недостаток. Дело в том, что таблица разделов не обязательно копируется. То есть согласно технологии МБР, ее резервной копии может не быть. Вы можете ее сделать сами. Взять 16-ти речной редакции, закопировать МБР себе на флешку, постраховаться. Ну, давайте на чистоту. Кто-нибудь, использователь, в принципе, это практикует? Конечно же нет. Ну, и значит, делайте соответствующий уровень. То есть, скажем так, подверженность критическим воздействиям и не очень высокая надежность. Это главное ограничение структуры МБР. Ну, то есть, с моей точки зрения, это большие-большие-большие минусы. Собственно, коллеги, что пришло на смену МБР? Если ваше оборудование, если ваша материнская плата управляется уже обновленным программным обеспечением UEFI BIOS. UEFI BIOS – это универсальная пола. Он может работать как в совместимости с обычным BIOS, то есть поддерживать структуру МБР, а может предоставить пользователю создавать уже другую логическую структуру, которая будет называться ГПТ. ГПТ. Давайте подробнее о ней. Вот давайте сразу же в сравнении. В чем будет большая-большая принципиальная разница? Так, это я себя представлял. Извините, коллеги. Вопрос какой-то. Как определить конкурентскую плату? Старый BIOS или новый? Ну, во-первых, техническая документация. Во-вторых, настройки Setup BIOS. Ну, чаще всего, смотрите. В большинстве случаев, если речь идет, это не всегда, но в большинстве случаев, если речь идет об UEFI BIOS, когда в Setup BIOS ходите, у вас красивый графический интерфейс, поддержка мышки, естественно, там в заголовочке не BIOS Setup, а UEFI BIOS Setup, это уже подтверждение 100%. Красивая мышка не обязательно? Не обязательно. И красивый интерфейс тоже не обязательно. Интерфейс может быть красивый. А у переключения из UEFI в легасе режима? Совершенно очевидно. То есть должна быть настройка, которая будет вам позволять переключать его или в режим BIOS, или оставлять его в UEFI. Если только это никакой дешевый, но какой-то в Advanced или в Enviant? Может быть в Advanced, а может быть и даже в разделе Boot. Если в Boot есть возможность грузить UEFI, там тогда такой вариант должен быть, значит, тогда все хорошо. Или другой еще способ. Если вы производите загрузку, допустим, с установочной Microsoft флешки, операционностью, нажмите клавишу, ну, допустим, если материнская плата по клавише F8 меню, Boot меню выводит вам, тогда выведя меню, смотрите, при поддержке UEFI BIOS вам для загрузки флешки два варианта предлагаются, просто USB флеш и UEFI флеш. Вот это тоже аргументация того, что ваша материнская плата управляется уже этим программным обеспечением. Ну, так вот, коллеги, давайте разберемся. Давайте я сейчас повторю то, что у нас не так много времени еще есть. Повторю то, что у нас... В чем отличие? Вот в левом преугольничке представляем, что это 512 байт содержимое сектора МБФ. То есть это главная загрузочная запись МБФ. Так вот, из чего она состоит? Во-первых, адрес сектор LBA 0. Первые 446 байт я показывал, выделял. Это хранение кода загрузчика, программка, участвующая в загрузке операционной системы. Ее задача найти активный раздел на диске. Следующие 64 байта, 64 байта, это Partition Table, таблица разделов. Дальше последние 2 байта сигнатуры. 55AA, она классическая, она стандартная, она не привязана ни к разделам, ни к файловой системе. Она является подтверждением, что МБФ жив, здоров, цел. Именно по этой сигнатуре программное обеспечение BIOS обнаруживает МБФ, считает, что он существует. Теперь, что касается структуры ГПТ, начнем издалека. Расшифровка аббревиатуры GUID Partition Table. GUID Partition Table. GUID Partition Table. Partition Table означает таблица разделов, что означает GUID? Графический путь. GUID означает глобальный универсальный идентификатор. Это некий набор кодирования служебных данных, придуманный, разработанный компанией Microsoft в свое время. Залезали в системный реестр Windows? Видели 16-ричные ключи? Вот это тоже GUID. То есть единая методика кодирования служебных данных. Отсюда GUID. Вот так вот, коллеги, ГПТ, GUID Partition Table. В отличие от МБФ, это просто другой формат представления разделов. Они хранятся в другом виде и в другом месте. Для начала, МБФ имеет ограничение максимум 4 раздела. Сколько разделов можно создавать в ГПТ? В теории, ну, не бесконечное количество, но там такой порядок, который я сейчас даже по памяти честно вам не скажу. Есть ограничения со стороны Microsoft операционной. Насколько я помню, могу тоже ошибиться, но Microsoft операционная система дает ограничение в 128 разделов. Ну, даже 128 разделов, то есть это запредельно больше, чем нужно современному программному обеспечению, современному пользователю. А значит, есть ли необходимость при использовании ГПТ иметь на диске расширенный дополнительный раздел? Нет. Именно поэтому, когда вы будете создавать логическую структуру средствами современного программного обеспечения, разрешенным ГПТ, расширенных разделов у вас не будет, у вас разделы все создаются только основные. И это не значит, что UEFI BIOS не сможет увидеть и определить, если вы диск старенький подключите, расширенный раздел. Работать он с ним будет, но новую структуру, как таковую, не разрешить вставать. Ну, согласитесь, выше крыши хватает основных разделов. Так вот, теперь разбираемся. При создании структуры ГПТ сектор с адресом LBA 0 называется PMBR, Protected Master Boot Record. Protected Master Boot Record. Защищенная, главное, загрузочная запись. Формат следующий. Загрузчика IPL1 нет. Если диск был чистый, пусто. А если диск когда-то был МБР, потом было преобразование, то здесь будет код, сохраненный загрузчика IPL1, но он уже ничего не делает. Он просто как мусор там остался. То есть, по большому счету, там может быть пусто. Дело в том, что загрузчик IPL не используется при загрузке программного обеспечения, то есть, когда управляется UEFI BIOS. Таблица разделов, что из себя представляет. Вместо четырех записей по 64 байта, здесь будет одна единственная запись на 16 байтов со служебным кодом, который запрещает старым операционным системам, не понимающим ГПТ, работать с этим диском. То есть, только одна запись. Чему это приведет? Конкретный пример. Я купил ноутбук. У меня сейчас, естественно, ГПТ современной операционной системы. Допустим, я экзальтированный любитель старой операционной системы Windows XP. Я решил убить десятку и установить XP. Конечно, для современного оборудования это ноутс, но тем не менее, теоретически. Что я делаю? Беру XP-установочный диск, вставляю, загрузку сниму, дохожу до создания разделов. Неважно, сколько у меня было ГПТ-разделов, хоть все 128. XP-шный установщик видит один раздел на весь жесткий диск и говорит, я туда не пойду, я не буду туда устанавливаться, вы пытаетесь удалить, он не разрешает его удалить. Все. Стоп машина, приехали. Вот защита от старых операционных систем, чтобы они ничего не повредили с данными, записанными в новом формате. Дело в том, что сведения о разделах ГПТ хранятся в других секторах. Естественно, старая операционная система не знает. Естественно, она их не увидит, она не сможет работать. Не обнаружив здесь ничего такого запрещающего, она вам покажет пустой диск, как результат. Если бы этой защиты не было, пользователь создал МБР-структуру, убив тем самым свои данные в ГПТ-разделах. Вот этого не произойдет за счет этой записи. На некоторое время назад, вот когда появилась операционная система Windows 8, когда-то, она не особо была встречена пользователям. И многие пользователи... Вру, не восьмерка, простите, Виста, Виста, Виста. Она не особо полюбилась пользователям, и пользователи массово отказывались и переходили на старый XP. Ну так вот, форумы в интернете, я помню это время. На каждом форуме, help, помогите, начинаю ставить поверх Висты XP, я не могу удалить раздел, я не могу, что делать. Коллеги, на самом деле все достаточно просто. По большому счету, если понимаем структуру этой записи, не тематика нашего Семеракса, к сожалению, маленькое время, там достаточно один байтик поменять. А если не понимаем, тогда берем 16-речный редактор, все, забиваем здесь нулями, все, никаких вопросов нет. Пожалуйста, ставьте. Никакой защиты больше не будет. Но это как выйти из положения, мало вероятно, что это вам сейчас пригодится, но, не менее, из истории, пожалуйста, это есть. Ну так вот, это служебные данные, которые защитят этот диск, а старая система, понимающая ГПТ. Ну и, наконец, даже совместимости, чтобы старая операционка считала это как защищенным разделом, здесь будет также сигнатура. Хотя это уже вопрос не принципиальный, но она там есть. Вот так выглядит ПМБР с точки зрения ГПТ-структуры. Заметьте, здесь нет сведений о разделах. А вот теперь смотрите, в МБР один единственный сектор, следующий сектор и пустыни. Здесь к сектору Эльба-0 добавляется эта первая запись для ГПТ, служебная запись. Добавляется еще одна запись, находящаяся следом в секторе с адресом 1. Называется эта запись Хедер. Хедер. Заголовок. Назначение, если не брать мудрые слова из справочников, по сути, это оглавление таблицы разделов. Дело в том, что количество разделов может быть запредельно большим, и поиск нужного раздела гораздо проще начинать просматривать, как и в книжке оглавление. Когда мы смотрим, нужную главу находим, так и здесь мы можем быстро просмотреть, найти сведения о нужном месте, где в таблице разделов нужно разделопись. Ну и, наконец, следующая, третья запись. Сектора с адресами Эльба-2-33. Заметьте количество, извините, коллеги, 31 сектор. Ну, 33 минус 2, 31 сектор. Вот это место занимает в этой структуре самая главная часть. Это ГПТ. Это ГУИД Партишн Тейм. Что из себя представляет? Это таблица разделов, хранящаяся вот как раз в этом новом формате, в формате зашифрованных идентификаторов. Почему столько много секторов понимаем? А потому что и разделов ГПТ позволяет иметь в новом. Но это еще не все, коллеги. Плюс к этому. Плюс. Последний сектор жесткого диска. Копия. Хедер. Плюс к этому. Последний сектор. Минус 32. Копия. ГПТ. Да. В отличие от структуры МБР, ГПТ подразумевает при создании основной таблицы разделов. В конце диска резервируется место, собственно, под копию таблички разделов. Зачем копия нужна, понимаем. Дублирование, то есть зеркалирование. Это разные экстренные случаи. Допустим, по какой-либо причине нарушается запись о каком-либо разделе в основной таблице. Вы этого не замечаете, потому что программное обеспечение автоматически может использовать в режиме восстановления копии и в случае необходимости эту копию использовать как эталон для восстановления ошибки. Более того, когда я в свое время уже достаточно давно это сам для себя изучал, пока еще не было информации, изучал это большей частью из разряда, попробовал, посмотрел, что получилось, то есть метод ненаучного, что я делал. Я брал 16-личный редактор и вот в этой ГПТ полностью вытирал сведения о каком-либо разделе. При условии, установленный Windows у меня на диск, семерка у меня стояла. После этого брал установочный диск, загружал Windows 7 режим восстановления, автоматическое восстановление. Автоматическое восстановление мне удавалось восстановить раздел средствами и операционной системы. Но условия следующие в копии я, естественно, не удалял. То есть согласно вот этой копировке происходит дело восстановления. Как результат сведения раздвижения в основной таблице ГПТ восстановились. То есть я даже обходился без дополнительного программного обеспечения, которому же я восстановлю. Вот такова структура, если говорить о разнице. Ну а теперь смотрите, коллеги, сами разделы, какого типа в ГПТ бывает. Первое. Раздел данных. Раздел для хранения данных или основных данных. Это то, что мы называем основной раздел. То есть это C, D, E и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужное количество логических дисков. Второе. Шифрованный EFI раздел. Шифрованный EFI раздел. При создании разделов создается автоматически. Является аналогом активного раздела в структуре МБР. То есть в его лице операционка хранит свои загрузчики. То есть свои системные файлы. В отличие от МБР, у этих файлов такие же названия, но только если в МБР эти файлы просто названия расширения не имеют, здесь у файлов такое же название расширения есть EFI. То есть подсказка, что это уже новая структура. То есть это загрузчики операционной системы. Раздел скрытый. То есть он букву не имеет, пользователь туда не обращается. Можно ли его средствами самой операционки открыть? Нет. Это и шифрованный раздел. Правда, он, пожалуйста, покажет вам содержимое. Но управление диском, если вы попробуете присвоить букву, ну то есть открыть его, это не разрешит вам сделать. Еще одно отличие. В МБР структуре есть скрытый активный раздел. Как правило, есть именно активный, скрытый, куда операционка вводит файлы. Какая там файлная система? FAT. Не FAT, NTFS. NTFS. А вот в этом EFI скрытом разделе, то есть шифрованном файловой системе FAT. Почему разница? Почему Microsoft отказался от NTFS и здесь FAT? Все читают. Коллеги, на один диск вы можете две операционки поставить? Две. У каждой операционки свои системные файлы, правильно? А активным разделом может быть только один раздел диска, правильно? А значит, обоснование здесь использования файловой системы FAT в совместимости с другими операционными системами. То есть другая операционка для себя потребует своего раздела, но при этом свои системные файлы она будет в этот раздел кидать. Если бы здесь была NTFS, какие операционки по умолчанию не понимают NTFS? Ну, macOS. Нет, macOS по умолчанию не понимают. Денежку платите, пожалуйста, покупайте отдельную программку и будет понимать NTFS сама. И некоторые сборки Linux. Ну, в основном это командные строки. Сейчас в районе? В командные строки. В старых командных строчках. А сейчас уже все. Ну, вот сейчас сборки, да. Это зависит от того, какую ядру, как вы сгенерите, на самом деле. А в принципе, если когда-то откатиться назад, тогда, да, можно было такое строки. Сейчас согласен. Ну, так вот, коллеги, для того, чтобы вы могли использовать один диск для установки нескольких операционных систем, в целях совместимости, чтобы эти операционки могли с этой файловой системой работать и разместить свои загрузчики, здесь будет по 32. Но вы видите это, вы сможете не средствами Windows, а если прогончик запустите, посмотрите. Плюс ко всему, раздел восстановления. Раздел восстановления. Это не тот скрытый раздел восстановления, который на ноутбуке. Это другой раздел. Здесь этот раздел создает сама операционность в Windows. Как правило, он имеет размер 300 мегабайт, то есть очень короткий. Фактически там находится служебное ПО, которое используется для аварийного случая загрузки по F8 вызываем. Ну, то есть, чтобы загрузить среду восстановления, когда основная операционка не будет грузиться. И еще один разделчик. Здесь MSR, MSR, неформатированный раздел. Microsoft Service Reserve. То есть резервный раздел Microsoft. Его размер, как правило, 128 мегабайт, то есть очень коротенький. Коллеги, я много вопросов вижу, я боюсь, сейчас я секундочку, я боюсь, что на многие не смогу ответить. Но я постараюсь, конечно, но не гарантирую, физически ограниченное время. Сейчас посмотрим, если останется, поговорим. MSR-раздел. Не форматированный. Не надо его форматировать, если вы видите, никакого значения такого нет. Дело в том, что UEFI BIOS и ГПТ не поддерживает доступ к диску вне файловой системы, точнее, вне разделов, вне логической структуры. То есть пустым секторам, которые разделам не подлежат, ГПТ обратиться не может. А в некоторых случаях, при задействовании некоторых функций операционной системы, Microsoft Windows требуются пустые сектора. Как обеспечить? Просто создать раздел, не форматируйте, это и есть будут пустые сектора в разделе, которые может Windows использовать в этом случае. О каких режимах идет речь? Все очень просто, коллеги. Что такое базовый диск? Это обычный жесткий диск, обычная структура. А что такое динамический диск в операционной системе? Использовали хоть раз в жизни? Ну, наверное, слава богу, честно. Ну, а если быть точнее, там добавляются дополнительные функции. Да, совершенно верно, вот коллеги подсказывают, это программный рейд, когда вы можете два раздела на диске использовать как отдельные жесткие диски и создавать рейд. Плюс меняется размер, там без формальной потери данных. Но один маленький нюанс, если сбоить файловую стиму, умирает структура, восстановить данные, будет уже гораздо проблематичнее. То есть он не совсем безопасный с точки зрения безопасности. Так вот, коллеги, для поддержки функции динамического диска нужны пустые сектора. И вот тот самый MSR-раздел будет использован тогда в том случае, когда вы базовый диск будете преобразовывать в динамический диск. В противном случае, если этой функции в ваших планах нет, можете после появления и обнаружения на диске MSR пустого раздела удалить, и смысл ничего, то есть на самом деле ничего не изменится. Вот, собственно, коллеги, если говорить о структуре разделов, это примерно вот такая структура. То есть разделы будут следующего типа. Раздел данных, шифрованный EFI-раздел для хранения системных файлов, раздел восстановления для загрузки среды восстановления, MSR, пустой неформатированный раздел для хранения, то есть для функции поддержки функции динамического диска. И обратите внимание, то есть если вы при установке операционной системы будете создавать уже на этапе установки разделы, у вас и шифрованный EFI, и раздел восстановления, и раздел MSR создадутся автоматически при создании основного раздела данных для операционной системы. Для Windows. Я имею в виду Windows, да, конечно, конечно. Согласен с дополнением. Так что после установки, увидев у себя, запустив программу к управлению действием, кучу вот этих разделов, к которым вы как бы не имеете отношения, понимаете, это подтверждение того, что у вас работает структура ГПТ. Ну, собственно, коллеги, если кратко говорить, это основная разница. Ну, а теперь, если подвести итог всему, о чем я говорю. Что такое ГПТ? Это новый формат логической структуры. Вот развивает кучу преимуществ. Ну, как бы кучу. В первую очередь, это количество разделов, более безопасное за счет резервных копирования, то есть более безопасное с точки зрения, допустим, тех же системных файлов, пользователь не откроет, не удалит, а значит, проблем загрузки меньше получить. Но есть и минус, минус самое главное. Используя ГПТ структуру, если у вас рушатся системы, и вы средствами самой операционки не восстанавливаетесь, и вы решите воспользоваться загрузочным диском со старой операционной системой, увы, несовместимы. Старые системы ГПТ не понимают. Ну, наверное, последнее, что бы хотел сказать, с какой операционной системой поддержка ГПТ свистит. А значит, диск с экспишкой, загрузкой, ДОС, командная строка. Непонимающий ГПТ в этом случае, вы загрузите в аварийном случае со своими носителями, работать с этой структурой, видеть не сможете. То есть Виктория вообще работает на физике? Виктория работает с секторами диска, используя командную интерфейс. Ну, здесь вот несколько вопросов, слушатели давят. Коллеги, ну, по поводу звука, это максимум, что я сделаю. Я говорю, и микрофон у меня включен, это уже пропускная способность канала. Коллега просит выслать запись. Я не имею права, эта запись появится у нас на сайте, в новостях. Вы сами ее скопируете. Если не грузится система, то можно попасть в редактор МБР, поставить сбой на диск вторым в другой комплекс. Если речь идет об МБР, то никаких проблем. Это совместимость и со старыми, и современными. Вы цепляете диск в другой компьютер, видите эту табличку разделов, и можете исправить, если что-то там повреждено со файлами и так далее. Если ГПТ, то я объяснил, только современные системы. Старая не понимает. Все это актуально для загрузочного диска. Если диск не загрузит, то ГПТ отлично работает без UEFI. Ну, в принципе, как бы ГПТ работает без UEFI. Ну, смотрите, если программное обеспечение BIOS, именно BIOS, вы не сможете прочитать ГПТ. Читается. Это если новая версия, да? Лекарственные режимы. Я, ну подождите. Нет, это вы включили. Вы включили... На роминтере вообще не ищем UEFI вирус. Прекрасно. ГПТ разделы читаются. Подождите. Это может быть только с UEFI. Это значит, есть поддержка. Есть поддержка в операционной системе. В операционной системе, начиная с Виста, есть поддержка. Ну, смотрите, коллеги, ситуация в том, что здесь две причины. Здесь программное обеспечение BIOS и плюс операционная система. Дальше. Программное обеспечение BIOS. Еще раз. Вот в тот период времени, когда UEFI еще не приняли как стандарт, но BIOS уже тормозил. Были прошивки, которые UEFI уже понимали. Это время уже достаточно давно. Вот это тоже с этим связано. Система перекрывает BIOS целиком. Операционка свое программ... После завершения загрузки системы уже в адресах BIOS находится... Операционка перезаписывает это программное обеспечение, но, может, не все. Это зависит от самого BIOS и самой операционной системы. Поэтому сказать я бы не сказал, что оно перекрывает полностью. Оно дополняет, расширяет возможности, да, но не перекрывает полностью. Так что, коллеги, смотрите. То есть причины, а точнее минусы, плюсы я рассказал. Рассказал о том, что в некоторых случаях, я все-таки буду настаивать, что в некоторых случаях, при использовании старого оборудования, подключив диск, вы не сможете его прочитать. Это вполне реальная причина. Подвинуть вас в вашем случае. Подвинуться никак. Ну, здесь уже и операционная система, ну, мы же сказали, влияет много причин, и операционная система, в частности, тоже. Ну что, коллеги, на самом деле решать вам, какую структуру использовать. По будущему, будущее за ГПТ. Как бы мы ни хотели, рано или поздно МБР уйдет в тени. Это уже как бы последний, собственно, вопрос. Ну что, коллеги, время наше истекло. Очень было приятно с вами. Будет желание, я могу вам посоветовать. Ну, это уже, если хотите, в качестве рекламки. В качестве рекламки. В специалисте есть целая цепочка курсов, где на разных курсах, разных, конечно, объемах об этих вещах говорят. Собственно, где говорят подробно. Подробнее о структуре ГПТ и так далее говорят в курсах по восстановлению данных. Естественно, без этого там реально невозможно. Достаточно подробно говорят на курсах, на курсы по программному обеспечению. То есть, когда изучают, как устанавливается программное обеспечение. Ну, и в курсах, естественно, технического обслуживания. Так что я бы очень хотел не просто рассказать вам, к сожалению, мало времени. Если будет такая возможность, милости просим, приходите. Мы будем уже предметно этим заниматься. Плюс большинство из этих курсов, они не просто теоретически, они еще включают часть лабораторных работ. А значит, у вас будет прекрасная возможность не просто послушать вот такую короткую. Там, естественно, больше будет рассказ. И, естественно, попутковаться, почувствовать это своими руками. Спасибо за внимание. Удачной вашей дальнейшей деятельности. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.